всем привет дорогие мои снова с вами я и вы снова на канале купить недвижимость в испании меня зовут анна для тех кто не знает и я являюсь агентом по недвижимости в валенсии агентство называется испании инвест сегодняшний выпуск необычный почему потому что это 200 друзья мои выпуск боже мой кто бы мог подумать что я до этого до когда-то доживу и дойду 200 выпуск и он будет немножечко таким специфическим я вам приоткрою завесу своей личной жизни и приглашаю вас к себе в гости к себе домой что друзья для тех кто смотрит меня впервые наверное ролик может быть не стоит смотреть первым он скорее будет для тех кто уже давно со мной существует на этом канале для тех кто меня давно знает для для моих клиентов для просто моих клиентов тире друзей которые меня не могут увидеть уже много лет потому что не приезжают да не могут приехать по разным причинам напоминаю или рассказываю кто не знает я живу в пикосенте пикосент это пригород валенсии находится минут 15 на машине здесь есть метро можно добраться на метро почему в пикосенте меня часто спрашивают жизнь заставит не так раскорячься друзья мои я на самом деле сторонник города валенсия но муж у меня категорический противник он хочет жить в деревне он хочет жить там в доме в квартире с террасой или в доме и как можно подальше от цивилизации ну собственно с годами я тоже к этому пришла так как у меня работа очень чокнутая мне очень не хватает тишины и спокойствия поэтому мне в принципе все нормально подходит тоже пикосент раньше я жила в алкасере буквально пару лет ну он абсолютно там две минуты от пикосента но это прям дыра не хочу обидеть алкасер но это дыра и переехала переехали в пикосент ребенок учится в пикосенте в школе в валенсийской школе которая находится в полях в садах ездит он туда на автобусе соответственно если мы не переехали в пикосент и не зарегистрировались здесь да не прописались бы и нас бы не взяли в школу поэтому выбор у нас не было нам пришлось срочно переезжать сюда вот собственно мы с вами в пикосенте я когда-нибудь вам расскажу и покажу пикосент отдельно от моего дома да просто чтобы вы знали имели представление о пикосенте в данный на данный момент я вам покажу только то место где я живу это не мое постоянное место жительства мы живем в аренде потому что мы осматриваемся где нам и что нравится пикосент нам нравится поэтому если у нас получится когда-то мы здесь что-нибудь себе прикупим пошли смотрите а мне буду говорить на какой улице я живу сами понимаете у меня очень много поклонников которые хотят наверное меня убить хотя не очень понятно за что работайте лучше и все у вас будет хорошо то есть я живу на окраине пикосента это не центр пикосента это уже такая знаете окраина вдалеке и причем живу я среди бедных геттовских домов да но этот дом немножечко отличается и стоит немножко в стороне поэтому очень даже хорошо напротив дома нет никаких других домов то есть здесь много солнца много света и в принципе очень даже неплохо вот видите приличный домика дальше там идут такие немного геттовские домики там на вид и не скажешь хотя муж у меня сразу ты чего не видишь ты же агент ты же должна видеть я говорю я не вижу я вижу обычный дом ну безбалконные ну и ладно мне не сразу видно ну потом я уже со временем поняла но я вам сейчас не буду рассказывать это мы с вами послушаем и посмотрим когда пикосент вам буду показывать ладно сейчас пойдемте дальше так заходите естественно я буду показывать квартиру свою не с точки зрения что это моя квартира а с точки зрения собственно оценим с вами еще и за один из объектов в испании до которого можно найти подъезд нормальный подъезд это все шкафчики где находятся смотрите на это современные дома этот дом я не знаю девятого года может быть там десятого я не знаю эти это обычные современные дома где у вас вот такие шкафчики с разными счетчиками там счетчики счетчики хотите там их много мы все не будем смотреть ящички встроенные да все собственно хорошо здесь комнатка для уборщицы и соответственно лифт вот смотрите лифт и коэта дверь вниз в подвал в гаражи мы с вами заходим в лифт и поедем на третий этаж так друзья приехали на третий этаж посмотреть какая лестница ну миленькая на самом деле довольно приличное все здесь прилично сделано все очень даже неплохо и красиво на в доме в квартире вернее на этаже 1 2 3 4 5 6 6 квартир проходить сюда и заходим в квартиру друзья квартира желая там будут личные вещи людей она не такая чистая и красивая как вы привыкли видеть квартир например после ремонта вы должны это понимать там живут люди я убралась как могла но уж не обессудьте как говорится так заходим с вами квартиру так проходите открываю вам двери в свое жилище ну что давайте будем с вами оценивать квартиру не с точки зрения аниной квартиры а с точки зрения просто какой-либо квартиры которую мы можем с вами найти в испании коридор да что мы имеем ну довольно таки нормальный коридор не самый маленький не самый большой очень даже нормальный квартира у нас с вами дуплекс атику то есть она дуплекс это значит что она в два этажа и атику означает что это последний этаж с террасой вот тут у нас лестница но мы с вами сейчас сначала посмотрим первый этаж а потом пойдем на второй хорошо а ну что друзья мои коридор проходим с вами и попадаем в гостиную довольно большая гостиная смотрите проходите сами там у меня кошак сидит помирает она у нас болеет бедняха я кошатница у нас дома когда-то было четыре кошки две из россии прилетели две были местные но сейчас у нас ряды уже поредели у нас теперь две осталось всего так что мы здесь имеем ну собственно вот такое вот большое помещение да большая гостиная со своим балконом сейчас выйдем на балкон как сделано ну вот смотрите то есть мы сняли квартиру тут была мебель из мебели было вот только вот это вот стоечка да из и стол все остальное было наше и ну все мы это приносили вот там вот видите дверца это шкафчик под лестницей то есть использовано место под лестницей чтобы до чтобы не терять место то есть там сделан большой шкаф ну вот смотрите давайте выйдем с вами на балкон и посмотрим виды из окна из окна вот такой у нас вид из окна открывается да очень миленько вот это то что мы видим впереди это знаете я обрадовалась когда мы пришли смотреть квартиру думала здесь будем гулять какая красота а это знаете что оказалось короче для пожилых людей какое-то место для пожилых людей как там это пансион какой-нибудь там я не знаю вот а там вот вдалеке вы видите вот следующее здание это школа причем временно построена и и построили буквально за полгода еще в корону и дети там теоретически должны находиться были год но они уже второй год здесь тусят и очень меня раздражает а уж они очень шумно вот из-за школы сразу идет линия метро то есть ну метро у нас совсем тут рядом тут вообще все очень близко на самом деле посмотрите там это впереди горы видно особенно когда закат очень красиво смотреть на на горы на пальмы очень очень так вполне вполне нормально учитывая к чему мы с вами привыкли уже давно до смотреть из окна так выходим с вами с балкона и идем дальше смотрите попадаем в туалет ну или в ванную как хотите но она не маленькая ведь красненькая прям как я люблю прям угадал кто то ну вот такая вот ванная видите все тут нормально все тут так хорошо сделано с ванной как мы с ребенком любим до чтобы была не душевая а именно ванная потому что мы любим с ним там сидеть едем дальше смотрите попадаем с вами на кухню сразу вот сзади вас коридор с одной стороны ванная с другой гостиная и кухня и сзади еще одна комната пошли так вот кухня она довольно большая смотрите довольно большая вместительная очень даже неплохая а все и точно также здесь балкон причем балкон большой как бы скажем так двойной да ну вот я сюда выхожу сажусь и пью чаек здесь сижу вот видите и смотрю в окошко очень прикольно я вам скажу меня тут еще столик был но к сожалению с ним не очень удобно поэтому мы его пока исключили убрали так ну заходите вот смотрите кухню вот такая кухня есть место где поесть есть место где приготовить то есть ну прям отечественный производитель можно сказать не испанская да не испанская кухня вот ну и в целом все в принципе очень даже неплохо пошли дальше так проходим дальше святая святых а не на рабочее место пока давайте проходите смотрите вот здесь вот я принимаю все ваши звонки здесь я с вами работаю всякие там дела мы с вами проворачиваем оно конечно может быть убого но друзья мои для меня важно не пыль в глаза пускать да там какими-то крутыми офисами а для меня важно выполнять свою работу а именно поэтому я до 9 до 10 вечера с вами общаюсь но очень скоро это прекратится все и будет все более официально вот смотрите здесь мы точно так же выходим на тот же самый балкон на который мы выходили с кухни то есть он да идет сразу и на кухню и на одну из спален так и в этой же комнате в моем офисе на данный момент есть ванная комната своя личная то есть мы из чего мы можем сделать вывод что эта комната предполагается как основная комната для проживания семейной пары ну вот собственно это у нас ванна используется больше для кошек для их там туалетов и всего остального то есть мы здесь практически никогда не бываем прям как кладовка больше я бы сказала используется чем как полноценная ванна и так ну что первый этаж мы с вами посмотрели теперь передвигаемся на второй этаж так пришли и вот у нас вход и вот у нас пошла лестница наверх пошли юбка у меня длинная могу идти впереди пошли 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 хорошая лестница друзья мои очень важно на самом деле когда вы выбираете себе дуплексы да то есть двойные выбирай смотрите внимательно на лестницу это не должна быть винтовая лестница это не должна быть железная лестница это должна быть полноценная лестница как в в подъезде вот это хорошая лестница когда она у вас такая что вы на ней шатаетесь такое не надо вообще брать Так, поднялись, да? Ну и сразу же попадаем мы с вами в ванную. Третья ванная в этой квартире. Зайдите, посмотрите. Здесь у нас душевая, да, уже как и во второй была душевая. И, ну и, собственно, вот так. Вполне нормальная ванная. Так, из ванной мы с вами попадаем сразу, ну, в нашем случае детская. Но она вообще не детская. Просто комната. Так, здесь детский бардак. Ну, извините, как есть. Заходите. Здесь темновато. Я, конечно, включу свет, но он не сильно поможет. Но зайдите, посмотрите. Собственно, в чем косяк этой спальни? То, что у нее потолок, видите, в пол. И оператор сейчас треснется головой. Вот, значит, у нее, видите, вот такой вот потолок. То есть это крыша уже. И, ну, это мы не раз бились все тут дружно головой. Пока только ребенок не бьется, он не достает. А так все бились. Это, конечно, не очень удобно. Но, собственно, вот так. Да? Посмотрели. Едем дальше. Так, выходим, друзья мои. Сейчас с вами сначала зайдем в третью спальню. У нас была одна наверху. Вернее, одна внизу. Вторая детская. Третья, это моя. Третья, ну, ничего тут особенного нет. Аня и в Валенсии и говорят, Аня, нам без колодца. Я вам где возьму без колодца? Они все с колодцами. И у вас там всегда найдется какой-то шальной тип, который в 5 утра будет посуду перекладывать с места на место. Или стирать начнет. Так, теперь мы с вами зайдем в святая святых, друзья мои. И, ради чего мой муж бросил Валенсию и приехал сюда. Это терраса. Пошли. Так, ну что, вот такая вот у нас здесь терраса. Очень, очень приятненькая. Ну, вот сели мы здесь с утра пораньше, сидим, завтракаем, пьем апельсиновый сок. Все как в кино, друзья мои. На самом деле, я не знаю, но у меня, по крайней мере, да, муж всегда очень хотел террасу. Я всегда хотела дом, поэтому мы пока живем в аренде и ничего не купили. По поводу террасы, по крайней мере, в Валенсии. Она используется не так часто. Летом сюда не выйти, вы просто жаритесь. На сковороде. Либо здесь нужно устанавливать специальные навесы. Мы эти, муж очень хочет их установить. Я не хочу их устанавливать, потому что они стоят немалых денег. И, ну, их с собой потом, наверное, не унести. Можно, конечно, унести, да, но не факт, что они подойдут где-то нам в другом месте. Поэтому не устанавливаем. Спасаемся зонтиками. Но на самом деле нереально жарко. Здесь летом находиться невозможно. Зимой здесь очень холодно, находиться нельзя. Соответственно, остается весна и осень. А это, в моем понимании, неделя и неделя. То есть, в целом, здесь мало места, мало времени, когда можно использовать террасу. Вот. Но это все равно приятно, когда можно выйти. Летом у меня муж спит на этой террасе. Он себе купил специальную палатку, которая, знаете, из сетки от комаров. То есть, все видно, но комары не кусают. Вот он, и он здесь все время спит. К нему залезть нельзя, потому что, видно, он с умыслом купил ее односпальную. То есть, я туда не влезаю. Намек тонкий был, да? Ну, вот, собственно, вот такая вот замечательная терраска. Косяки есть. Ну, про косяки в этой квартире. Их, ой, друзья мои, я здесь два года живу. Я их столько тут наскребла. Хватит на два ролика вперед. Я вам все расскажу, не переживайте. Ну, один из косяков, то, что вот эта стена, да, которую мы, которую вы видите, она очень высокая. То есть, я стоя на террасе, я себя чувствую в тюрьме. Я не вижу никаких видов с террасы. То есть, я вообще ничего не вижу, кроме, скажем так, неба. То есть, мне ввиду моего роста не видно ничего. И для меня смысл террасы немножечко, конечно же, теряется. Вот видите, я могу закат видеть. Ну, пока солнце наверху, потому что, когда оно садится, я могу его только видеть с балкона. То есть, вот, я на каблуках, и то я ничего не вижу, да. То есть, у меня глаза на стену смотрят в любом случае. О, кстати, хотите, вам секретик расскажу. Смотрите, вот этой двери не было. То есть, хозяин сам эту дверь выломал. А там оказалось, то есть, здесь была просто стена. А там, видели, что? Там огромнейший, можно сказать, шкаф, огромнейшее такое кладовище, понимаете? Который идет вдоль всего дома. Но об этом знают только строители. Ну, вернее, не строители, да, скажем так, а застройщики. А учитывая, что соседи наши, это застройщик, а хозяин этой квартиры, это работник застройщика, вот они здесь себе и выломали вот эти две квартиры, сделали себе здесь дверцу. Ну, и мы пользуемся ситуацией, конечно же. Вот полюбуйтесь, какие у меня красавцы кактусы. Посмотрите, я обожаю кактусы на самом деле. И вот они такие у меня пушистики, такие замечательные. Вы посмотрите, я их на улице подобрала. Вот они меня вот такими вымахали, видите? И пушок. Это я называю пуфик. Ну, мы его с сыном прозвали пушок. Он так медленно растет у нас, но ничего. Вот просто обожаю кактусы вообще прям. Так, ну что, пошли с вами в последнюю комнату. Это четвертая спальня. Спальня мужа, который разрешил мне ее показать. Весь его... Пошли. Так, заходим. Последняя спальня. Спит муж на полу, поэтому тут матрас. Ну, я не буду его ворочать и убирать для вас, да, потому что это выше моих сил уже. Собственно, смотрите, как это необычно сделано. Это так и было сделано. Мы, естественно, этого не делали. Вот так, так как очень высокие потолки, потому что крыша, да, вот хозяева вот так вот построили, скажем так, второй этаж. Да, и когда мы заезжали в квартиру, мы дрались все, я, ребенок и муж, дрались, кто здесь будет жить. В результате он все-таки отвоевал. Отвоевал у нас это место, отдав мне две комнаты, одна офис, другая спальня, да, ну, и ребенок, соответственно, остался в маленькой. Ну, то есть туда залезаешь, там у хозяев там был, матрас, они там спали, то есть без кровати просто матрас. Вот, но, к сожалению, спать там невозможно, потому что летом там задыхаловка, а зимой, ну, зимой там, да, там тепло. Ну, просто если там в туалет приспичит или что, спускаться вот по такой лестнице, это не самое правильное, да, решение. Ну, то есть это опасно там спать, и по ночам, если надо выйти. Особенно, когда был маленький ребенок, и нужно было скакать там его, например, успокаивать. Это было абсолютно опаснейшее, да, мероприятие. Ну, и все, и это вот его место, это муж тут так оборудовал себе. Ну, то есть сам факт, что тут просто большая спальня для двуспальной кровати. Наверху двуспальная, внизу двуспальная, если нужно. Но, как говорится, мы не ищем легких путей, поэтому мы кладем здесь, на входе свою кровать, чтобы было не зайти мне, собственно, и ребенку. Ну, и вот так, и видите, тут тоже выход на террасу, на ту же самую террасу, где мы с вами до этого были. Можно выйти отсюда, можно выйти из коридора. Вот, собственно, и все. Показала вам квартиру, пойдемте, не знаю, попьем чаю с вами, что ли, пошли. Ну, что, друзья мои, сядем с вами на кухне, поволтаем, попьем чай, вот из такой красивой кружки я буду пить. Вы тоже наливайте себе чай, буду вам рассказывать что-нибудь. Ну, смотрите, посмотрели с вами квартиру, сколько там метров? Ну, тут около 130-135 метров, примерно так. У нас три ванных, четыре спальни, одна большая гостиная и терраса. Все, как хотел муж, все, лишь бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот мы нашли, и, собственно, сняли ее в аренду сколько? Ну, мы тут года полтора-два уже, но это сейчас, да, на тот момент, когда вы смотрите, потом неизвестно сколько будет. Ну, короче, где-то после короны, в конце короны мы сняли. Конечно же, у вас вопрос, а почем? Очень дешево, на самом деле. Мы очень долго искали, я очень привередливая. Естественно, я когда ходили, мы смотрели аренду. Во-первых, я не хочу платить агентам, сволочам и бездельникам, вы уже знаете, да? Естественно, я не хочу им платить, как и все нормальные люди, да? Владея языком и тем более работая в той же самой сфере, ну, за что? Не за что, правильно? Поэтому мы искали отчастника, что наши шансы уменьшало практически до нуля. И как-то вот, ну, муж у меня занимался поисками, я ему только говорила, нет, 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 нет. И он все искал, искал и искал. И вот эту мы нашли 550 евро в месяц, плюс мы сами платим эту самую, ну, коммуналку, понятно, за подъезд мы сами платим. А это вообще не дешево. То есть там выходит где-то, ну, 630. Ну, учитывая, какие цены у нас в конце 2022 года, мы, считайте, бесплатно живем. Ну, вот, собственно, да, 550 это очень мало, и 630 это очень мало, но это испанцы. Я вам говорю, в мире испанском цен по полторы тысячи евро в месяц за аренду не существует. Ой, только вот мне не надо мне сейчас говорить, что вот, всегда пользуются ситуацией, сдают иностранцам дороже, знают, что они могут платить. Нет, друзья мои, на самом деле это все не так. Дело в том, что у иностранцев нет права на работу здесь, у них нет работы, и это риски, да, это большие риски, что они останутся не плательщиками, это первое. И второе, иностранный клиент требует больше, чем то, что может предложить испанский клиент. Так было всегда и будет всегда. Испания культура другая. Здесь за 600 евро снимаешь просто руину, которая в принципе, дай бог, стена к соседу не провалится, и как бы и все радуются. То есть, это абсолютно разный подход вообще к бизнесу. Вообще в Испании подход к бизнесу почему-то, я извиняюсь, с заднего прохода, честное слово. Ну, нельзя так работать, да? Ну вот, поэтому вот так вот, что касается цен. Они, к слову, хозяева испанцы, они эту квартиру продают, продавали, пока нам не сдали, за 180 тысяч. Это огромные деньги. Это огромные деньги, они никогда ее за эти деньги не продадут. Я говорю вам, как, да, человек в этой сфере работающий. Муж меня очень жаждет ее купить, но, естественно, не за 180. Я говорю, ну, я бы за нее больше 120, и то, если сильно раскорячится, не дала бы. Квартира, может быть, и хорошая, но мы здесь живем, друзья мои, и мы знаем, какие здесь косяки. И эти косяки, чтобы исправить, нам надо будет разрушить пол дома. Какие я вам сейчас расскажу? Это я вам к чему? К тому, что, знаете, очень часто мне задают вопрос, а можно ли в Испании, существует ли такое, как купить квартиру в рассрочку? То есть, сначала мы ее берем в аренду, живем там в ней год, два, три, а потом мы ее покупаем. Так вот, друзья мои, я вам говорю, что если вы такое сделаете, то, скорее всего, вы не захотите покупать этот объект спустя год, и вы потеряете деньги. Поэтому, ну, либо вы покупаете и смиряетесь со всем, что вы здесь найдете, либо вы ее не покупаете. Ну, давайте с вами попробуем обсудить плюсы и минусы этой квартиры. Ну, учитывая, что я таки в нее заселилась, да, с моей завышенной планкой по вообще тому, что мне бы хотелось, в чем бы мне хотелось жить, все-таки жить в ней можно. Плюсы, ну, это, конечно, она большая, она просторная, большая кухня, большие ванны, большие спальни, более-менее, да, большая гостиная, это, конечно, приятно. Ну, терраса, сами понимаете, это очень здорово. Дальше, что еще? Более-менее нормальное состояние квартиры, то есть она более-менее с ремонтом. Люди ее купили в свое время в ипотеку в самый разгар кризиса, когда цены были шальные, то есть, они поэтому хотят ее за 180 продать, чтобы хотя бы закрыть свою ипотеку. Я уж не знаю, за сколько они ее взяли, за 200 с чем-то они ее взяли, но сейчас, я говорю, ну, 130, ну, может быть, 140, да, ну, не больше, но я говорю, мне она, в принципе, не нужна никак. Тут нужно менять все окна, тут древнейшие окна, металлические, вот эти раздвижные, металлические, мы здесь живем, как в холодильнике, здесь очень холодно зимой. Мы бы их и поменяли, эти окна, будь квартира наша, но учитывая, что она не наша, мы не будем здесь бухивать 5-6 тысяч евро в окна, хорошие, да, чтобы, ну, подарок такой делать хозяевам, мы, естественно, не будем. Так же, как и ставить вот это вот то льдо, да, которое я вам говорила, на террасе. Так же, как и делать многие другие вещи, которые здесь нужно сделать по-любому. Дальше, здесь на кухне через одно место проложены трубы. Здесь вообще, по-моему, по всей квартире, если не по всему дому, через одно место проложены трубы. Как, я не знаю, но у нас постоянно засоряется раковина. Засоряется она потому, что, во-первых, здесь очень плохая вода, и она все время кальсифицируется, не знаю, как это сказать на русском, да, и труба здесь не под углом по ходу проложена, а проложена вот ровненько. Я не понимаю, как так... Короче, она не уходит просто. Она просто стоит, кальсифицируется, и потом она просто засоряется, ее вообще ничем не пробить. В общем, мы пробили тут месяц, у меня муж корячился, пробивал трубу, хотя ему кричала, позови хозяина, и пусть сам разбирается. Он, в конце концов, этот дом строил, вот пусть посмотрит, откуда у него руки растут, если он так построил дом, да. Ну, я сам, ну, мужчины, они же еще все сами, месяц без воды мы сидели на кухне. Вот. Он пробил, теперь у нас, блин, унитаз засоряется. Объясните мне, друзья мои, как у вас могут быть трубы унитазные, связанные с трубами в раковине. Никак. А здесь связанные. История умалчивает, каким образом, но теперь у нас засоряется унитаз с какого-то перепуга. Ну, короче, это сказка просто. Плюс на втором этаже очень жарко. Спать там невозможно летом, да, летом. То есть вот в детской комнате, где вот такая крыша, там просто жаришься, как в пекле. Поэтому у ребенка мы переселяем на первый этаж в гостиную, матрас просто ему переносим. Да. В моей комнате тоже нереально спать. Муж, ну, он на террасе спит, ему все равно. Но в целом, то есть я говорю, проблемы здесь есть. Несмотря на то, что здесь есть плюсы, да, как я вам сказала, и сама квартира большая, и вид из окна хороший, и шикарнейшее расположение квартиры. То есть мы, с одной стороны, в тишине на окраине, нас никто не трогает, и нам не шумно, и нам прекрасно. С другой стороны, у нас консум 5 минут, меркодона 7 минут, банки все у меня, все банки моих клиентов, с которыми я работаю, они все там 5 минут в центре города. Там какие-то аптеки, все в центре города. А тут центр города, ну, мне идти 5 минут, мне железную дорогу перейти, вот с метро, и все, и я в центре города. Суперское расположение, вообще все классно. И выезд, 2 минуты, и выезд из Пикосента, то есть не надо его пересекать весь, чтобы выехать, да, там поехать по своим делам. Очень, очень классно. Но несмотря на все эти плюсы, в этой конкретно квартире есть свои минусы. Они будут везде, друзья мои. Просто я говорю, вы когда влюбились в квартиру, это я сейчас не про то, что я в нее влюбилась, да, вот вы когда смотрите квартиру на покупку, вы влюбились, все, вот это понимаете, это как вот ребенок у вас родился, и вы его любите. Страшненький он, не страшненький, косой, кривой, неважно, вы его любите. Вот то же самое здесь. Понравилась квартира, вы ее покупаете, принимаете ее со всеми недостатками, которые в ней вылезут, если их можно принять, да, то есть если где-то там что-то труба, значит вы разбиваете пол кухни, как здесь нужно делать, и меняете трубы, да, там по другим углом, я не знаю, все что угодно. Если у вас где-то какой-то косяк, вы просто его меняете, и смиряетесь с этой ситуацией. Не надо там плакать, и говорить, ах, нам продали такую фигню, как мы могли, не надо. Нравится квартира, все прекрасно, она ваша, и все замечательно. Ну что, друзья мои, я думаю, я вам все рассказала, ну, была рада видеть вас у себя в гостях. Расскажите, как вам квартира, опять-таки, с точки зрения не моей квартиры, а просто с точки зрения квартиры, которую мы с вами, нам кто-то разрешил показать, да, мы ее с вами увидели. Рассказывайте, нравится вам или нет. Ну и когда-нибудь я обязательно вам расскажу про Пикосент, замечательное место для жизни, на мой взгляд. И, ну, все вам расскажу, все покажу. Единственное, я не знаю, в каком году это будет, году именно, не месяц, а году. Не знаю, потому что работы очень много, и сейчас, как вы видите, тему видео по районам и по пригородам я забросила полностью, у меня нет на это времени, абсолютно. Я надеюсь, что я разгружусь немножечко, и, соответственно, мы продолжим с вами смотреть Валенсию. Все тогда, всем вам всего хорошего, спасибо за внимание, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok